Победа Победа была у него в Висле. Уверенная победа. Обошел он своего соотечественника Карла Гагера. Третьим стал австрийец Дниел Хубер. Также в Висле проходили командные соревнования, которые закончились победой сборной команды Австрии, которая совсем ненамного оказалась сильнее немецкой сборной. Тройку сильнейших замкнули поляки. Тоже они были близки. Что касается индивидуальных соревнований в Висле, то по совсем неожиданному сценарию они сложились, учитывая, что пятничную квалификацию легко выиграл Камил Стох. Он являлся одним из главных фаворитов воскресного старта, однако все изначально пошло не по плану. В итоге Стох только 27-й, а выиграл Айзенбихлер. При этом такие прыгуны, как действующий победитель Кубка мира Штефанкрафт или, например, как лучший российский прыгун последних лет Евгений Климов вообще не попали в тридцатку сильнейших и не набрали зачетные баллы. Но это начало сезона. Начало сезона, к которому готовились не по обычной программе. Сезон, перед которым летнего гран-при как такового не было. Ну и поэтому, наверное, в начале много кого может лихорадить. Ну и плюс в Висле все-таки условия были немного странные. Наверное, после этапа в руки более-менее понятно, станет кто на сколько готов. Вот Сандер Петтиль был на наших с вами экранах. Новый большой босс прыжков на лыжах с трамплина. Ну и вроде как с 14-х ворот должно все это дело начинаться. А, вот Мико Ахонен сегодня прыгает в день своего рождения. 2001 года рождения Мико Ахонен. Сегодня исполнилось 19 лет. Но отметить это хоро... Ахонена это не получится. Идем далее. Идем далее. Еще один молодой финский прыгун. Тоже уже с нового века, с 21 века. Ну, суть это не меняет. Оба молодые. На обоих наверняка есть определенные надежды. Но пока с финскими прыжками все так же дело обстоит несколько печально. Ну, к примеру, на первом этапе Кубка мира в польской Висле ни одного финского прыгуна в тридцатке сильнейших не было. Что касается Вислы в целом, то Айзенбихлер выиграл свой второй этап Кубка мира. Ну, пока продолжаются прыжки национальной группы. Я думаю, есть у нас несколько минут обсудить детали. Началось. Это был, кстати, Яко Мятия, который раньше свободно проходил в основную команду в Финляндии, но, видимо, сильно сбавил. Так вот, что касается Айзенбихлера, то это его вторая индивидуальная победа на века этапах Кубка мира. И седьмая победа была в целом. Пять побед еще было вместе со сборной командой Германии. И, по сути, больше полутора лет не выиграл Айзенбихлер, потому что в прошлом сезоне у него побед не было. А до этого была победа единственная индивидуальная на полетных соревнованиях в Планице 22 марта 2019 года. Ну и он станет всего лишь вторым немцем в истории, который сумел выиграть два первых этапа Кубка мира. Кстати, в прошлом году два первых этапа Кубка мира, если вы не забыли, выиграл Даниэль Андре Танде. То есть, в принципе, в начале сезона так сразу два этапа выигрывал. Так вот, последним немцем, кому удалось выиграть два этапа Кубка мира подряд, был никто иной, как Мартин Шмидт. Тогда он выиграл сразу первых три этапа, и было это в сезоне 98-99-х годов. Ну, у нас невзрачные прыжки национальной группы финской продолжаются. На этот раз Арту Поэлла. Не лучшее место для немцев. И вообще за всю историю выступлений в руки только один немец тут выигрывал. Правда, выигрывал дважды, и это тот, кто сегодня также должен выйти на старт. Это Зеверинфройнд. Выигрывал он тут в 2012-2016-х годах. Так, ну вот закончилась финская группа, но прыжки лучше от этого не стали. Ну, кстати, что касается общих количеств побед Айзенбихлера с учетом командных соревнований, то он стал пятым по титулованности текущим немецким прыгуном. Уступает он по количеству этих побед Фройнду, Фрайтагу, Гагеру и Веллингеру. В принципе, Айзенбихлер еще только в самом начале своей карьеры. И о его талантах уже давно говорят. Как и о его, что в этом плане все еще впереди у Маркуса Айзенбихлера. 29 лет на данный момент Айзенбихлеру. Кто-то скажет, что это уже приличный возраст для прыжков, но есть куча примеров, когда самые высокие результаты показывают и в 35, и в 37, и то и в 40. Рано прыгает Танды, но от этого не менее интересно. Но пока, видимо, Танды далек от оптимальных кондиций. И тут еще одна неудача. Отзеркалил дважды мимо очков. Сейчас-то, конечно, первым он стал. И, может быть, даже как-то за 50 сумеет дотянуться. Но при таком уровне прыжков в 30-ке ему, конечно же, не видать. Так, ну вот, похоже, все-таки посчитали, что разгон слишком короткий. И вроде как сейчас принято решение подвинуть сталтер-сартовую лавку на 16-е ворота с 14-х. То есть удлинить разгон, увеличить скорость при уходе со стола отрыва. Да, так и есть. И Давид Хоген будет прыгать уже с 16-х ворот. Посмотрим, насколько сильно это изменит ситуацию. Но, может быть, это Хоген. В таком случае совсем неудивительно, что в 30-ке никого из них не оказалось. Было бы странно, если бы кто-то был. Идем далее. Владимир Загравский. Представитель Болгарии. Ну вот еще с конца прошлого сезона, да и даже, по сути, с середины прошлого сезона результаты совсем у нас. Хотя мы знаем, что порой очень неплохой уровень он может показывать. Ну, идем далее. Это Нуси Айнен. Сильный попутный ветер, что, конечно, не способствует дальним полетам сегодня. И для тех, кто прыгает в начале, но это только сказывается на оценках. Совсем низкие они сейчас будут у Фина. По сути, уже он в задней части лыж коснулся склона. Но при этом еще как будто бы в пазе полета был. То есть Телемарк совсем был испорчен. И такие низкие оценки понятны. Олег Синсом, большой талант из Италии, но травмы и просто не самые удачные жизненные обстоятельства. В какой-то момент чуть ли не крест поставили на его карьере. Однако сейчас пытается он вернуть вот это потерянное чувство прыжка. Вторая позиция для Инсома. Ну и опять же к разговору, что из года в год ситуация-то особо не меняется относительно судейских решений и определенной несправедливости, которая в связи с этим происходит. То есть вот первая группа прыгала с 14-х ворот, другая с 16-х. Понятно, что удлинили разгон. Понятно, что за счет этого будет компенсация. Но порой, как это ни парадоксально не звучит, эта компенсация полностью не может компенсировать. Да, это даже не тавтология. Ну то есть эта компенсация не может покрыть тот Ганди Кап, как найти Сокупа канадского прыгуна, судя по всему, с чешскими корнями. Ну давненько мы не видели, помимо Маккензи Бойт Клауза, кого-нибудь еще из канадской сборной. Ну а это Константин Шмидт на наших с вами экранах, плен немецкой сборной. Сегодня тоже день рождения у него, 21 год исполняется. Ну и вот давайте смотреть на Константина Шмидта. Вот это уже получше. Текущим лидером должен стать. Видим мы, что сейчас уже исключительно, как говорится, результат ориента, то есть полностью сконцентрировано именно на результатах. Константин Шмидт. Константин Шмидт. Идем далее, Дайкиито. Уже даже и не вспомнишь, когда в последний раз побеждал Дайкиито. Было это очень и очень давно. Но не в себе участие в завтрашних соревнованиях первый, кто квалифицируется в основной этап. Ну что касается этого сезона, то в принципе активно обсуждают, что в этом году сразу два. Два великих уже, можно сказать, прыгуна могут вступить, у которого 97 попаданий на подиум и Камил Стох, у которого 98. А вообще в этом клубе всего три прыгуна. Это Яна Ахонен со 133 попаданиями на подиум. Грегор Шлиренсауэрс, 123. А также Томаш Мургеншторм, у которого 106 попаданий на подиум за его карьеру. Любопытно, кстати, что в руки тут в Финляндии ни разу поляки не побеждали. Два раза Стох был тут на подиуме, на втором и на третьем местах. И оба раза это было в ноябре 2018 года. У Рею Кабояси два из последних трех событий индивидуальных в руки. Японец выиграл. Ну а больше всех в руки побеждал Симон Аман. Три индивидуальные победы у него тут. Ну что ж. Елор, Форфанг. Кстати, Форфанг и в тренировке сегодня был достаточно неплох. Ну а вот Эжига Елор, Форфанг и Той Шмидт. Это те, кто уже точно квалифицировались. Идем далее. Седьмая позиция для австрийского прыгуна. Ну и, кстати, очень интересная группа у нас тут. Вот сейчас прыгает Андреас Веллингер. Ну пока не очень дела клеятся у олимпийского чемпиона. Что-то да происходило. Ни про кого, пожалуй, не скажешь, что все гладко прошло. Ну вот про Гагера, наверное. То меня, может быть, сейчас поправят. Я уже что-то не припоминаю каких-то резких спадов или же травмового Карла. Ну вот одна из главных надежд финской команды. Анти-Альто не подводит сейчас. И похоже, что второй прыжок за сегодня на отметку Капойнта мы увидим. Даже в самых соревнованиях будет. И это Анти-Альто. Более того, на данный момент он лидер квалификации. Ну, конечно, вряд ли этим лидерам до конца останется. Ну вот Чесмир Козишек. Летит на 112 с половиной, становится четвертым и тоже проходит в основные соревнования. Интересно, почему именно перед прыжком Козишек ее решили поставить. Ну, тоже по-разному бывает. Обращал внимание, на некоторых соревнованиях мелодию конкретно под прыгуна подбирают. Ну, или, по крайней мере, под национальность, которой он принадлежит. Тут, по-моему, просто приятная музыка чередуется от одного трека к другому. Пробиться в основные соревнования. Ну, пока, конечно, тяжело говорить относительно того, насколько хорошо или плохо кто-то выполнил прыжок, потому что нужен ориентир. Может быть, просто-напросто при текущем разгоне и ветре дальше 125 улететь нельзя. И в таком случае прыжки Альто-Еллора уровень будет расти и расти. Ну, вообще, хотелось бы сегодня прыжки в район 140-метровой отсечки, но объективности ради при попутном ветре это мало реально. Идем далее. Тилан Бартоль. Ну что ж, восьмая позиция для Бартоля. И славенец со скрипом, но тоже 50 сильнейших попадает. Ну, а это четырехкратный олимпийский чемпион Симон Аман, трижды побеждавший тут в руки в своей карьере. Ой-ой-ой, как же печально сейчас все для Амана. И, знаете, так можно и в 50 сильнейших не попасть. Девятая позиция для Амана нет. Все-таки в 50 сильнейших он попадет. Все не настолько плохо. Вот секс Турса. Ну и еще одна неудача. Да, конечно, пока совсем низкий уровень мы наблюдаем. Но мы надеемся, что ситуация будет становиться лучше по мере того, как мы приближаемся к тем, кто здорово прыгал висле. Кевин Мальцев, представитель Эстонии. Интересная фигура. Тоже молодой, 20 лет всего-навсего. И только 26-я позиция. Вот тут могут быть проблемы. Точнее, наверное, уже можно говорить о том, что в 50 сильнейших он не попадет. Ну, кстати, говорили мы о Рею Кабоясе, который тут дважды побеждал. И, в принципе, этот трамплин любят. Но сам по себе японец не выигрывал уже очень давно. Хотя, казалось бы, два года назад был. Последние победы были в Клингентале, Энгельберге и Оберсдорфе. После чего засуха, которая длится до сих пор. Роберт Йоханссон, которого не узнать, если сравнивать его фотографию в профиле и его текущий внешний вид. Но, слава богу, что усы хоть остались. А то без них гон влился в основную общую норвежскую массу. Хотя, надо сказать, что... Разгон, соответственно, отрицательная компенсация больше. Но, согласитесь, ведь далеко не всегда увеличение разгона может покрыть... И отрицательная компенсация здесь с этим может покрыть ту выгоду, которую получают фрагуны от своей попытки с более длинным разгоном. Ну, или наоборот. И от погодных условий, когда на конкретный день... Но тут Феттнеру, похоже, не особо помогло. Прыжок-то не самый лучший для него. А еще вот с этого ракурса кажется, что лавка немного криво располагается. По крайней мере, относительно заднего щита рекламного. Так, ну что ж, еще один пистолетчик. Потевал концентрацию, расслабил ногу, лыжа ушла. Да, и вот в этот момент головой мог удариться. Но сейчас внешне кажется, что все в порядке. Маркус Шифнер. Хороший прыжок от Шифнера. Я в этот момент, мне было любопытно, в какой момент маску снимают в курсе. Но давайте подробнее расскажу. Шифнер пока третий. Первый вид – это более естественные трамплины, встроенные в гору. То есть на вершине горы, ну или на какой-то ее части, основная разгонная часть. Ну и, соответственно, внизу приземление. И трамплин просто несколько выходит из самого склона горы. Естественным путем так образуется. Второй вид трамплина – это искусственно сделанный. Ну вот в Германии таких много. То есть это может быть абсолютная равнина, на которой поставлен трамплин, то есть на который подниматься исключительно на лифте. Ну и, соответственно, в принципе, все современные трамплины ближе ко второму варианту. Но тут стоит добавить, что стараются их в таких местах располагать, чтобы ветровая обстановка была благоприятной. Ну, в принципе, как и аэропорты. Кейси Ларсен – представитель Соединенных Штатов. Но не слишком удачно. Ну и вот эта неудача Ларсена позволяет все-таки Даниэлю Андре Тандэ пробиться в основные соревнования. Пусть и совсем плохо был его прыжок сегодня. Но Тандэ пока оставляет за собой шансы защитить звание победителя в этапе прошлого года. Зачетные баллы в генеральной классификации. В общем, в зачете Кубка мира. Начиная с Петера Превца, который был 30-м в Висле. Начнется эта группа. Ну, а пока до нее еще Нико Кайтесау, Виктор Полошек и Марко Вергетер. Продолжение следует... Ну что ж, Виктор Полошек... В целом, причина, как обычно, проста. Нет, слава богу, не коронавирус, как в последнее время, когда из-за чего-то кто-то пропускает, сразу думает об этом. Нет, гораздо более типичная для прыжков причина. Его костюм не соответствует нормам регламента. Что-то там было не так. По весу, по длине, это уже потом мы узнаем. Ну, вот, в общем, не выступает. Ну что ж, Камил Стох. 120 с половиной. Ну, опять, Том неудача в основных соревнованиях. Да и в командных я бы не сказал, чтобы он здорово прыгал. Рео Кабояси. Ну, вот такая солидная группа тут образовалась. Ну, для Рео тоже невосхитительно. Стох третий. Альто остается в лидерах. И вот так вот после прыжка Альто я сказал, что здорово. Идем далее. Арти Айгро, эстонский прыгун, который несколько неожиданно набрал очки Висле. Ну, тут достаточно хорошо, чтобы в 50 сильнейших попасть. Но наверняка недостаточно хорошо, чтобы с таким же... Пока пятнадцатым. Ну, а сейчас Зеверин Фройнд. Скучали мы все по Фройнду в его лучших кондициях. В принципе, пока продолжаем скучать. Но надежды, надежды на этот сезон, безусловно, имеются. Я думаю, что не только у меня. И даже не только у меня и Штефана Хорнга. Ух ты, какое жесткое приземление получилось. Так, камнем он рухнул буквально. Это кошмар. Тут больше 15 с половиной получить тяжело будет. Смотрите, 16 поставил финский судья. Видимо, за былые заслуги. Но тут понимал Фройн, что дальность достаточная для того, чтобы квалифицироваться и лучше перестраховаться на приземлении. Линдвик, конечно же, о нем любят все, кому не лень поговорить. И Линдвик в прошлом году по-настоящему начал раскрываться, выиграв два этапа на турне четырехтрамплина. Линдвик в гармише и в... Ну, так заставил обратить на себя внимание. Начинает в этом году пока не слишком здорово. Тимизайт. Ну, тоже плохо. И тоже тут одним ветром такую неудачу не объяснишь. Тут гораздо более глобальные проблемы. 34-я позиция для Тимми. Ух ты. Вот это да. Мы, возможно, его не увидим в основных соревнованиях даже. Точнее, практически точно не увидим. Ему нужно двоих пройти, кто прыгает после, а кто там так провалится. Муранька, возможно. Ну и тоже не слишком здорово для Клеменса Муранки. Ну, это шок просто, на самом деле. Два прыжка. Это не совсем то, что мы ожидали видеть. Муранька пока 12-я. Ну, а вот и Бор Павловчич. Ну, кстати, неплохо. Вполне себе. Теперь мы уже точно можем говорить о том, что такой полет на Капоинт – это хороший результат. Ну, и раз результаты нас сегодня не радуют, то давайте немножко статистики. Касательно того же Крафта, например. Тем временем Анжей Штекала. Капоинт. Легко. Слава Богу, есть Камилсток, к которому более-менее привыкли, и он выручает. Да, да, не успел я сказать уже. Стень Кава. Вот. Хорошо. Идем далее. Мартин Хамон. Идем далее. Кейчи Сато. Ну, вот все в одну точку примерно сейчас. И не следует. Ну, и Андрес. Ну, и Андрес. Восемнадцатая позиция. Так, ну вот будет сегодня хоть какой-то яркий прыжок. Пока совсем расстраивает. Ну, я надеюсь, что по крайней мере судьи сделают выводы и завтра не ошибутся с выбором правильной длины разгона. Потому что, конечно, на такие прыжки смотреть не очень приятно. И казалось бы, это всего лишь какая-то подальше. Ну, вроде как это смотрелось зрелищно. Но зная рекорды, зная разметку и зная, как далеко на этом трамплине можно лететь, это все-таки несколько портит впечатление. Хотя вопрос такой, несколько парадоксальный на самом деле. Дэш Ванден. Относительно первого старта. На этом трамплине. И тогда получится хороший прыжок. Ну, давайте посмотрим, как Эриксон полетает при таком попутном ветре и при такой длине разгона. Ну, кстати, еще относительно неплохо. Восемнадцать и пятнадцатая позиция. По ходу со стола отрыва вроде как все было неплохо. Я думаю, может и еще раз в очки спокойно Эриксон попасть. Насколько высоко, там уже будет видно. Пьюз Пашки. Ух, как здорово. И Пьюз Пашки. Возможно, новый лидер у нас. Немножко смазанное было приземление. Так, с Носкока. За это снимут, конечно, оценки. Телемарк как таковой был. Семнадцать с половиной тут вполне заслуживает. А немец и поляк посчитали, что даже восемнадцать с половиной заслуживает. В итоге одна восемнадцать с половиной пошла. Зачет. Ну, касательно судей тоже много разговоров было. Каждый год обходятся. Без них не обходятся. Главное из таких конструктивных претензий. Ну, во-первых, очень хороший полет Давида Кубацки. Очень здорово сейчас. Уж не знаю, резко поменялась ветровая обстановка. Или же просто посильнее ребята начали прыгать. Сто тридцать никакого-то определенного стиля прыжкового. Или же отдельных прыгунов. Уж не знаю, к чему конкретно. Ну, вот если относительно конкретных прыгунов это такие безосновательные претензии. То вот касательно стиля, да, может быть. Вот нравится стиль как вот одного. И все, кто прыгает похожим образом, получают оценки там, ну, плюс-минус нам. На 0,5 выше. Казалось бы, немного. Но если на дистанции сезона смотреть, то это может стать решающим фактором. Но всегда же, наверное, такое было и вообще изначально приземление с телемарком. Это тоже определенный стиль, который вошел в моду. Так что, наверное, за это сильно осуждать их нельзя. Хотя то, что условному Камилу Стоху он в плане аккуратный и наверняка обсуждают какие-то более высокие материи. По крайней мере, внешне такое впечатление создается. Но, тем не менее, тема которой, я думаю, будем по ходу этого сезона возвращаться. Юкия Сато. И тоже хорошо. Ну вот, видно, те, кто в форме, их ни ветер, ни разгон не испугают. 130 метров для Юкия Сато. Отличный прыжок. Вторым становится Юкия Сато. Кубацкий по-прежнему лидирует с большим отрывом. Ланишек. В прошлом году тут был третий Манжи Ланишек. Ну, сейчас пока ничего сверхъестественного. Я вот смотрю по... Опять же, как это высчитывается. Ветер мог быть тоже своеобразный. Он мог остаться попутным, но с попутно-бокового смениться на просто попутный или наоборот. Ну, в общем, всего-то не учтешь. Петр Жила. Хороший прыжок, что у Кубацки, что у Жилы. Как мы сейчас видим, и у Камила Стоха был неплохой прыжок, учитывая те условия, в которых он свою попытку неожиданно. Ну, австрийская команда вообще тут в руки себя комфортно чувствует. Они два года подряд, если не ошибаюсь, выигрывают. А, простите, в Висле комфортно себя чувствовали. Они второй год подряд выигрывают командные соревнования. А в руки-то, в принципе, за счастье просто два индивидуальных этапа полных увидеть. Без проблем с ветром, снегом или еще чем-нибудь. Уж слишком здорово он прыгнул. 135 с половиной. Ну, может быть, может быть, конечно, у Гагера и Айзенбихлера получится его подвинуть. Вот этот вот шлем-маска Карла Гагера, хорошо узнаваемый. Уже не первый сезон он подобное использует. Ох, здорово, здорово. Ну, по-моему, ну, по крайней мере, внешне, по этой виртуальной зеленой черте, которую прорисовывают при текущем ветре компенсации. Ну, тут, получается, чуть выше оценки Гагера, но все равно не хватает, чтобы обойти Кубацки. Чуть меньше четырех очков он ему проиграл. Ну, и остается только Айзенбихлер. Ну, если честно, в Гагера была вера чуть больше, чем в Айзенбихлера. Вообще, наблюдать Айзенбихлера в желтой майке лидера общего зачета аж не по себе как-то становится. Ну, кто знает, может быть, это именно его сезон. Ну, квалификацию-то он не выиграет, но в целом неплохо. В целом неплохо. Есть, конечно, куда добавлять. Ну, а Давида Кубацки поздравляем с победой в квалификации. Он это дело любит. Пустите их. Наш телеканал, само собой, в прямом эфире будет их показывать. Телеканал Евроспорт 1. Ну, а мы сейчас посмотрим еще раз результаты. Отметим тех, кто сумел пройти в основные соревнования. Это первые 50. Видим мы, что Кубацки выигрывает. Дали Гагер, Грана, Рудсато, Жила, Айзенбихлер, Пашки, Альто, Йеллар, Стох. Это первая десятка. Петер Префс 16. Маккензи будет Клаус. Обладатель очень-очень веселого твиттера. Давно, кстати, его не проверял. Надо посмотреть. Там по-прежнему так же все смешно и хорошо, как было раньше. Или уже ввиду всемирной пандемии чуть умерил он свой пыл. Аман 33 в основные соревнования проходят. Так же, как и Кабояси. Так же, как и Веллингер. И Фройнт. Ну, а кто же не прошел? Давайте посмотрим. Из интересных фамилий. Ну, а кто же не прошел?